Казанский федеральный университет Все вузы страны выложили свои правила приема, поэтому с правилами приема можно знакомиться на сайтах о приемной кампании 2024 года. В том числе Казанский федеральный университет тоже выложил правила приема по поступлению на этот год по программу бакуриата специалистов магистратуры. Что же касается приемной кампании, которая грядет летом, она не сильно отличается от кампании предыдущего года, если кто-то следил, но хотелось бы отметить основные реперные точки и основные моменты, на которые следует обратить внимание. Это то, что приемная кампания для граждан РФ, поступающих по общему конкурсу, начнется с 20 июня, продлится она до 25 июля, будет прием заявлений. Заявление принимается на бюджет и на вне бюджета в формате 5 вузов, 5 заявлений в каждом вузе, 5 направлений в каждом вузе. Ребята, которые планируют сдавать внутренние вступительные испытания творческой направленности, либо ребята, которые имеют право сдавать внутренние вступительные испытания в связи с какой-то льготой, они должны будут подать заявление несколько раньше, это до 15 июля. Это такие основные моменты, на которые следует обратить внимание. Конечно же, следует следить за изменениями на сайте приемной кампании, приемной комиссии, следить за днями открытых дверей, следить за всей поступающей информацией. Это у нас первое краткое включение о грядущей приемной кампании. Мы будем чем ближе к приемной кампании, все чаще выходить в эфир и все больше знакомить с правилами поступления. Всех ждем в Казанском федеральном университете. Для российских граждан формат сдачи экзаменов остался тот же. Русский язык они могут сдать как дистанционно, так и очно. Неизменной остается дата начала приемной кампании для граждан Российской Федерации – 20 июня. Если ребята вздают внутренние вступительные испытания, документы будут принимать по 15 июля. Кроме того, стала известна информация о количестве особых квот для детей участников специальной военной операции. Квоты уже выделены, уже определены квоты для льготной категории и для отдельной квоты поступающих. Как раз дети участников специальной военной операции входят в отдельную квоту. Квота выделена в формате 10% от общего количества мест. В этом году, как и в прошлом, подача документов в Казанский федеральный университет возможна через портал Госуслуги Российской Федерации, суперсервис поступления в ВУЗ онлайн, в социально-образовательной сети «Буду студентам», лично, а также через почту. Карина Саяхова, Елизавета Газизянова, Николай Осуховский. Универновости.